Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александра Гамоля, глядите в этом выпуске. Инвестиции, рабочее место и заработная плата. У Гомеля сегодня мерковали основные пытания экономического развития не только региона, но и краины в целом. В Рогачеве реки Днепр и Друть вышли с берагов и подтопили каля 30 подворков. В областном центре пройшла презентация допоможной техники для неведущих людей. Жихар Магнитогорска проводит забеху «Гонор дня перемоги». Нашли охот Волгограда до Берлина, и он наведал Гомель. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Снижение вытворчих выдатков и повышение заработной платы. На этому первую чергу повинны сконцентроваться мясцовые улады и предприемства. Про это сегодня у Гомеля заявил наместник министра экономики Беларуси Александр Червяков. У облвыконками отбылась асустреча активу Гомельщины с рабочой группой подкеровництвом наместника министра. Выучение проблемных пытаний и пошух суместных шляховых ворошений – основная мета деятельности рабочих групп. Яны, до речи, наведывают усе регионы краины. У составе – представники министерства и аппарату Рада. У Гомельской области рабочая группа наведала предприемства Добружского и Жлобинского районов. Сустрелась с керавництвом, бизнесменами. Ключовые направки – будауництва, инвестиции, працовные места, заработная плата. По возникам деятельности рабочой группы в Аурат будут внесены пропановы по пытаниях развития экономики, створения працовных местов, предприемства и инших актуальных темах. Гомель развивает по-братимске и партнерские связи с 17 городами и районами России. Областный центр активно сопротивляет с муниципалитетами городов-партнеров, ожитивляя суместные проекты по разных направлениях. Знешний гандлевый оборот за минулый год повелишился больше на 6%. Гомельчане поставляют в Россию молоко и молочные продукты, машины и механизмы, приборы и прилады, химичную продукцию. При этом на регионы по-братимы России припадает больше, как 74% от агульного объема экспорта в эту страну. Основная частка товаров – 36% – экспортуется в Москву и Московскую область. Еще больше за 20% товаров идут в Бранскую область. До инших тем, у Рогачеве реки Днепр и Друть вышли с берагов и подтопили кля 30 подворков. Хоть для местовых жихаров, по их словах, это худшие плюсы, чем незручность. Весна у Беларуси означалась не только разливом, а и температурными рекордами. У многих районах краины были перевышены абсолютные максимумы. Подробязности в наступном материале. Жихары Рогачева расповедают, что когда Друть поводит себя как господиня, первое, она з'является в огороде. Великая вода тут не редкость, тому и лодки, и гумовые боты во всех на поготове. Хоть признаются местовые жихары плюс от такого суседства, так само есть. По воде мы соскучились, потому что когда была вода, тогда очень хорошо, урожай отличный. Вот такая была картошка, такая морковь просла. Нет воды уже не так растет на городе. Вода вот побудет, совсем другое будет расти. И воде спасибо. Сейчас в Рогачевском районе подтоплены примерно тридесятки подворков. Люди, которые живут в прибережной зоне, мониторить уровень воды уже давно научились. Некольки дзен он неазменный. Робят замеры и выротовальники. Узровень, при котором вода выходит на пойму, примерно 270 см. Сейчас он уже выше за 300 см. Это еще не поводка, кажут специалисты. Но все готовы до любого развития подей. Следим вместе с облгидрометом за всеми уровнями воды. Ежедневно мониторим, ездим по всем подворям. Смотрим, с людьми общаемся. Уже схема отработана по алгоритму прошлых лет. Все, работаем. В случае, если необходимо, места для отселения подготовлены. Початок красавика, як сяредина мая. На двор я сё лето принесла немало сюрпризов. Другого красавика новые температурные рекорды, установленные во всех областных центрах и столицы. Дякуючи раннему солнцу, ставятся рекорды и аграрии. В Гомельском районе уже закончились обоих ранних яровых. Синоптики означают, солнцу и теплу на генном тидне засталось радоваться недолго. Завтрашнего дня у регионе прогнозуются дожжи, а в особенных районах – на больнице. В Ольга Коновалова, В Ольга Халадович, телерадиокампания «Гомель» – припотримцы агентства «Теленовин». У «Гомель» пройшла презентация сродков, які дозволяють слепым больше эффективно ориентоваться на вулицах городов и отримливать доступ до информации у интернете. Их використание повинно допомогти людям с обмежованными макчимостями не только больше комфортно отшувать себе у громадстве, алей конкурировать на рынку працы. Презентацию наведал Олег Сентюров. Унитарное предприятие «Светлотехника» сегодня один на «Гомельчине» где створены умовы для працы людей, які не бачить у вогулі, тимают вельмедрэнный зрок. За уликами Мазэрского филиалу зараз нами працують ковяд 200 человек с обмежованными макчимостями. Владимир Чаровухин – слесар. Падчас приезду с дымышной группой он займався сборкой комплекту для садового инвентара. Дзённая норма – больше 800 деталев, притым, што у Владимир их просто не бачить. Правда, на умовы працы он не скаржится и божь рассказывая про тое, что дякуючи новым техничным досягненям, тепер отчувая себе на улице, куды божь упыльнена, чим раней. Калейду уздовж в улице, наприклад, то есть мне зручнеет чётр. Он говорит, уздовж в якую улице я иду, что там будет напереде, там якая улица, там выйдет уздовж в улице Кирова, у Керунку улица Комсомольска, яка иди направо, то есть поверни направо, так. До поворота там 125 кроков. Так, зручно, вельми зручно. Хоть недосконалость сучастных техничных сродков твой уплыв всё ж таки оказывая, той же навигатор, наприклад, иншый раз элементарно не працует. Шмат зовах у слепых людей и до сродка у массовой информации. Вельми же кажуть сучастные новины, перегруженные разноставленными таблицами и графиками. По этой причине шматые сайты вельми складанные для успеемания. Нынешний интернет насыщен всякими графическими элементами, которые говорящей программой воспринимаются достаточно плохо. И там надо очень хорошо визуализировать информацию, то есть, чтобы незрячий человек или плоховидящий не запутался при использовании всяких этих многочисленных элементов, поскольку на сайте их может быть по 50, по 70, по 100 штук. Специальные годинники, которые подскажут час голосом, все допомогут вызначить огонь на обмазках. Портативные плееры, которые не просто позволяют слушать передачу в разных форматах, но и утромливают GPS-навигатор. Сегодня техничные новинки все больше активно используются в студенном жизни. Для слепых людей это не только мягчимость больше комфортно очувствовать себя у громадства, али и конкурировать на рынку працы. Цель проекта дать не первичные навыки реабилитации, а помочь людям, которые уже имеют элементарные навыки, уже достаточно реабилитированные, помочь им приобрести дополнительные профессиональные навыки с выходом на активную трудовую деятельность, чтобы люди могли либо устроиться при помощи в том числе нас к любому из нанимателей по своей специальности либо открыли свое дело. Олег Синчеров, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». На плясуце перед Гомельским медицинским колледжем 7-го красавика з'явится территория здоровья. С нагодой с усветного дня здоровья гомельчанам пропонуют вымирать артериальный тиск и вызнашить индекс массы тела. Медицинские специалисты проведут консультации по здоровым ладзе життя. Территория здоровья пошли работу в 10.30 в пятницу 7-го красавика. Сегодня у Гомеля отбылся областный этап республиканского фестиваля талиновитой молоди арт-вакации. Он проходит один раз у два годы и объедула наученцев профессийно-технических и средних специальных установ. Все лето девиз фестивалю «Молодь и творчасть – история будущего». Эту тему конкурсанты раскрывают с допомогой выканальницких видов мастатства и науки. Подробязности у Ганны Ковалевой. Сегодня у Гомельской области працуют 41 установа профессийно-техничной и средней специальной эдукации. Республиканский фестиваль арт-вакации объеднал усих. По первые дни отборы прошли еще в минулом году и до областного дошли колес 700 навученцев, что для региона свой особливый рекорд. Перед шуры, свои творческие и интеллектуальные сдольности конкурсанты представили в 8 номинациях. «Мы представляем колледж бытового обслуживания, выступаем с дефиле «Радуга» вот в костюмах. До начала успели увидеть одним глазком другие номера, они очень сильные, но мы тоже надеемся на победу». Это молодые люди, будучи наставники, будовники, повары, цирольники, а летут, танцоры, спеваки, музыканты и актеры. А кроме концертных, номера у Яны представили коллекции оденья и работы по сучасной навуковой творчести. Оцените все, это приехала Республиканская комиссия. «Талантливых детей в учреждениях профессионально-технического образования очень-очень много. Отрадно отметить то, что жюри очень сложно выявить победителей среди многограни вот таких талантов. Очень хотелось бы надеяться на то, чтобы мы так же достойно представили свою область и в этом году». «Если говорить о перспективах арт-вокаций, мне кажется, что многие ребята, которые закончат колледжи, которые придут на производство, которые добьются высоких профессиональных результатов и роста по профессиональной лестнице, они будут поддерживать самодеятельное творчество. Вот это, наверное, сверхзадача фестиваля. Вот это самое главное, что должно случиться». Колы областных туров запустили у Молодечно. Там свои сдольности проставила Минская область. Наступная творчую эстафету приняла Гомершина. Потом свои туры проведут и у инших регионах краины. Финалом станет республиканский этап, який отбудется у маи. Головный приз Гран-при фестивалю. Даречу, у минулый раз его завоевала Минавита Гомершина, и селита по передних оценках, она так само у леку моцнейших. Ганна Ковалева, Валерия Панько, Телерадо, компания «Гомель». У Гомеля вызначили лидеров школьного волонтерского руху «Удзеянни». Марафон добрых справ проходил по час вясновых каникулов. Школьники оказывали доброохотную допомогу, приводили у парадок дворы и в улице, допомагали пожилым людям, детям и живелам, наведывали с концертами больницы. Кожный отрад подрихтовал фото и видеорепортажи, по яких работу оценивала журы. До волонтерского руху долучилися 39 школьных отрадов. Лидеру вызначили у шести номинациях, сярод яких «Город у парадку», «Доброе сердце», «Цикавая идея». На урочистом ознагороджении удельники марафона отримали дипломы и памятные листы от городского детячого парламента. После первого волонтерского марафона мы убедились, что ребятам действительно интересно такое движение и уже на этих каникулах во время проведения второго марафона к нам присоединилось еще четыре волонтерских отряда. Возраст волонтеров совершенно разный. У нас даже есть ребят совсем маленькие первоклассники, которые уже составляют свой волонтерский отряд. Марафонец из Магнитогорска Кирилл Франюк добрауся до Гомеля. Молодой человек переодолел 1300 километров и гэта сяредина его маршруту от Волгограда до Берлина. Свой забег он присвятил дню перемоги. С патриотом и аматором спорту сострелася Ганна Каральчук. Для гэта гэта га чалавека в отпуск не причина для отпочинку на пляже. Замес гэта га Кирилл Франюк отправился в Великий Марафонский забег по маршруте Волгоград-Берлин. Он стартовал четвертого саковика. Агульная дистанция, якую переодоле спортсмен-аматор 2600 километров. Миссия не только спортивная, а и патриотичная. Существует три птих, три памятника «Меч Победы». Первый памятник находится в городе Манитогорск в России в Челябинской области, где меч выкованный рабочий передает его воину. Второй памятник находится в городе Волгоград, родина мать зовет, где она поднимает меч. Третий памятник находится в городе Берлин, военноосвободителю памятник. Он символизирует победу уже, окончание войны, то есть где меч опущен. У каждом городе войсковой славы подорожник по мягчимости ускладая кветки до вечного огня. Это уже другой опыт великого забега для Кирилла. В минулом годе из родного Магнитогорска он забег до Волгограда и переодоле у 1600 километров. Новая дистанция на 1000 километров больше и пролягая просто 4 краины Россию, Беларусь, Польшу и Германию. Как справиться с задачей, весь шлях Кирилл бежит у легцы. С собой только заплечник с теплым одзенем и водой. Можно сказать, шляхник, палатка. Я ночевал просто в лесу, ставил палатку, у меня был большой рюкзак. Иногда было не помыться, например, вечером. То есть приходилось бежать там 3 дня и не принять душ, не постирать вещи. Останавливаюсь я либо в городах у людей, которые узнают про мой забег и хотят, чтобы я у них остановился, либо в гостиницах. Поэтому в этом году может быть немножечко даже легче, хотя расстояние больше. У день Кирилл Франюк, пробегая 50 километров. Завтра марафонец отправится в Брест. Добегче до Берлина, он планует до дня перемоги. А потом на самолете уродный Магнитогорск, где инженера будут чакать с отпуску на металлургичном комбинате. Ханна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня на телеканале Беларусь 4 ведущие гости программы «Добрый вечер, Гомель» расскажут, как Гомельшин рыхтуется до Международного гитарного фестиваля. Кто они, сучасные гитаристы, что вплывая на развитие гитарной музыки, где и как у Гомеля выбрать добрый инструмент. Гуки гитары, знакомитые музыканты, импровизация от Игора Шошина и майстер-класс от Васаби джаз-бэнду прямо им эфиры. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня в 20.40 на телеканале Беларусь 4. Это и иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.civergomel.by На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи.